Всем привет! С вами я, Алексей Шиедов, и мое очередное видео о любимых играх на спектром. В этот раз я расскажу вам о следующих своих 10 любимых играх с самых первых кассет. Да, это еще один топ-игр детства. И скажу по секрету, не последний. Вначале у меня были мысли вместить рассказ о всех любимых играх в одном видео, но тогда бы оно получилось очень длинным, и я решил раздробить его по 10. Ну что, готовы? Тогда начинаем. Скубадаев Я уверен, многие из вас помнят когда-то очень популярную передачу «Подводная Одиссея. Команда Кусто». Режиссер Филипп Кусто Так вот, именно с ней у меня ассоциируется эта игра. Морской мир, полный загадок и глубоководных обитателей. В игре 4 уровня сложности. Чем выше уровень, тем больше нас ждет опасности. Но это не все. К уровням еще вернемся. Скубадайв мы управляем водолазом, целью которого является добыча жемчуга и прочих богатств подводного мира. Игра начинается на поверхности. Видим трех водолазов на борту. Вот за них нам и предстоит играть. Один водолаз, одна жизнь. Но справа внизу видно, что жизней может быть 4. Как же так? Все просто. В игре можно заработать еще одну дополнительную жизнь. Но об этом чуть позже. Как только спрыгнули в воду, сразу под нами оказывается устрица. С нее и начнем. В момент, когда она открыта, подплываем вплотную и берем жемчуг. В зависимости от уровня сложности, который мы выбрали в начале игры, будут начисляться очки за каждую находку. Например, на первом уровне за одну собранную устриц и жемчужину получаем 20 очков. На втором 40, на третьем 60, а на четвертом 80. Также выбранный уровень влияет на количество бонусных очков, начисляемых за подъем всех сокровищ со дна морского. Ну и конечно же грузоподъемность. Она тоже зависит от нашего уровня. Например, на первом уровне сложности с собой можно унести всего 250 очков сокровищ, а на четвертом уже 1000. После набора лимита собранных сокровищ необходимо вернуться на судно, после чего счетчик сбрасывается и можно дальше продолжать сбор сокровищ. Очень важно следить за уровнем кислорода и рассчитывать время для подъема, чтобы пополнить его запасы. Правда, создатели игры пожалели игроков и добавили на дно морского кислородные баллоны, найдя которые можно не возвращаться на поверхность за воздухом. Местная фауна разнообразная, хорошо прорисована, опасности особо не представляет. Кроме разве что ужасных осьминогов, охраняющих проходы на более глубокие уровни. Кстати, минова второго такого осьминога дают бонусом дополнительную жизнь. А когда всплывем на поверхность, увидим, что на судне добавился еще один водолаз. Вот такое внимание к деталям. На самом деле игра довольно хардкорная. Управление неудобное, но со временем привыкаешь. В любом случае игра очень оригинальная и необычная. Любителям морских приключений она обязательно понравится. Алхимикс Удивительная игра, где мы управляем самым опытным алхимиком в мире, призванному положить конец злому колдуну терроризирующего землю. Попадая в ужасный замок, наш могучий алхимик начинает сомневаться, что своих сил будет достаточно для победы. Оказывается, что единственный шанс расправиться со злым волшебником, это собрать четыре магических предмета, способных помочь обратить разрушительные чары против него же самого. Вот такая предыстория в инструкции к игре. Начинается наше приключение входа в святилище. На полу лежит коробка с едой. Внизу какая-то сабля. И непонятный мигающий шар катается туда-сюда. В принципе, ничего удивительного. Наш могучий алхимик может пускать молнию из рук. Правда, я не помню, чтобы она пригодилась в прохождении игры. А вот превращение в орла уже интереснее. В таком виде куда приятнее и безопаснее передвигаться по игровому миру. Помню, одно только исследование локаций доставляло огромное удовольствие в детстве. Игра сама по себе короткая и проходится достаточно быстро, хотя пройти алхимикам не удалось уже только будучи взрослым и на эмуляторе с сохранениями. Немного интересных фактов об игре. Алхимист выходил исключительно на спектруме и нигде никогда больше не переиздавался. Кассета первого издания была стилилизована под золото, что крайне редко встречается. Лично я вообще больше нигде не видел золотых кассет. В коробке с игрой лежит фотокарточка разработчика Яна Везерберна. Чтоб помнили и знали, кому обязаны за еще одну хорошую игру. Bombjack Увлекательный аркадный платформер, на который я потратил немало часов своего детства. Игра вышла в 1984 году на аркадном автомате, а на спектрум была портирована лишь два года спустя. Здесь мы играем в роли героя бомб Джека, целью которого является сбор всех бомб на экране, минуя назойливых врагов и по возможности подбирая различные бонусы. Основной мотивацией в игре для меня служила смена фонов экрана. Каждый новый уровень украшает оригинальная фоновая картинка. На первом уровне Сфинкс и знаменитые Египетские пирамиды, затем Акрополь, после него замок Нойвенштайн и еще парочка красивых фонов. Дополнительные бонусы начисляются при правильном порядке сбора бомб. Необходимо брать зажженную бомбу, после чего загорается другая, поднимаем ее и так далее, пока не соберем все. После прохождения всех уровней они повторяются заново, но врагов становится больше и появляются препятствия. Давайте посмотрим, как она выглядела на игровом автомате и пойдем дальше. Брюс Ли Вы наверняка наслышаны о легендарном мастере китайских боевых искусств Брюс Ли. Конечно же, особую известность он приобрел благодаря кино. Фильмы с его участием прославились на весь мир, сделав Брюс Ли культовым героем. А в 1984 году вышла первая компьютерная игра про великого мастера кунг-фу. Здесь, как вы уже догадались, мы играем в роли Брюс Ли. Целью игры является одержание победы над злым волшебником. По пути к нему нам необходимо собрать в каждой комнате все фонарики, чтобы двигаться дальше. Но тут не все так просто. Двое врагов не будут давать покоя нашему герою. Это ниндзя вооруженный бакеном и здоровяк зеленый яма, похожий на борца сумо. Кстати, в версии для спектрума он почему-то белый. После расправы с ними бойцы появляются снова. Респаун происходит бесконечно. Кстати, после первого прохождения игры мы начинаем все заново, но враги респаунятся уже моментально. Чем ближе мы к цели, тем больше препятствий возникает на пути. Помимо двух назойливых бойцов, теперь будут встречаться мины, острые мечи и прочие опасности. Особого внимания в игре заслуживает мультиплеер. Второй игрок может управлять яму, либо оба игрока берут контроль над Брюс Ли по очереди. Вдвоем играть, конечно же, всегда веселее. Игра также вошла во вторую часть сборника Days of the Million, так как успех игры принес к продаже свыше миллиона копий. А это уж о чем-то говорит. Я очень рекомендую попробовать поиграть в Брюс Ли. Игра вышла крайне удачной и увлекательной. Icarry Warriors Вышедшая в 1986 году, игра очень быстро стала классикой жанра Shoot'em Up. Была портирована на множество платформ и продолжает портироваться по сей день. Icarry Warriors В начале игры мы выбираем играть самому, либо же вдвоем со вторым игроком. Мы появляемся на песчаной земле с джунглями по бокам. И стоит сделать несколько шагов вперед, как на нас тут же бегут вражеские солдаты. Кстати, почему-то большинство из них просто пробегает мимо, будто мы им не интересны. На вооружении у нас имеются автомат и гранаты, которые тут же начинаем применять по назначению. Игра затягивает очень быстро. Неперекращающийся экшен заставляет сердце биться чаще и бежать дальше под градом пуль навстречу неизвестности. Периодически из врагов выпадают различные пауэрапы, включая боеприпасы. Помимо вражеской пехоты на пути нам встретятся пулеметные доты, танки и даже вертолеты. Кстати, о танках. В бесхозный танк можно легко залезть и пробираться сквозь гучу врагов будет куда проще. Теперь мы можем стрелять снарядами и просто давить супостатов. Топливо заканчивается и его запасы необходимо пополнять. Нельзя забывать и про осторожность. По пути можно нарваться на мину или на гранату. Тогда танк начинает мигать и нужно вовремя из него выскочить. Любопытно, что у топлива из состояния здоровья танка один индикатор. Когда топливо заканчивается, танк также мигает и взрывается. Также в игре присутствует вода, в которой могут находиться враги и в которой можно поплавать самому. И вот так пробираясь через опасности, взрывая оборонительные укрепления противника, мы подбираемся к своей цели. Кстати, я так и не понял, что является основной целью игры. Дело в том, что в инструкциях и в описаниях для разных портов написано все по-разному. Например, для NES просто сражаться с врагами, чтобы выжить. Для Спектрума освободить генерала Бона из плена. А в Википедии вообще пишут, что цель игры добраться до деревни Икари. В любом случае, Икари Вориорс является той самой бессмертной классикой, в которую очень интересно играть. Особенно вдвоем. Хаппербой Кто бы мог подумать, что доставка газет может принести столько удовольствия. Великолепное произведение игрового искусства, классика и просто очень удачно интересная игра. Здесь мы управляем школьником, подрабатывающим доставкой газет. Катаясь по тротуару на своем велосипеде, необходимо обслуживать подписчиков газет, доставляя им свежую прессу. Подписчики определяются довольно легко, у них светлые дома, когда у тех, кто не подписан, темные. При этом нужно быть весьма аккуратным, ведь по пути встречаются различные препятствия в виде разнообразных объектов, пешеходов, животных, а иногда каких-то гигантских пончиков, что скорее всего автомобильные шины. Кстати, многие препятствия можно устранить ловким броском газеты. Не стоит съезжать с тротуару на проезжую часть, так как вас легко может сбить встречный автомобиль. В начале игры у нас всего 10 газет, но по пути будут встречаться еще пачки, так что хватит всем. Дополнительные очки можно заработать, разбивая газетами стекла темных домов, а также в конце своего маршрута на бонусном отрезке, где попадание в цель дает дополнительные очки. Но и тут не все так просто. Если случайно повредили дом подписчика, он отписывается. Целью игры является безупречное обслуживание подписчиков в течение игровой недели. Если же потеряли всех клиентов или закончили все жизни, игра заканчивается. Да, кстати, изначально Папер Бой вышел на аркадном автомате, и я считаю своим долгом показать вам его во всей красе. И на минуточку, игра на аркадном автомате вышла двумя годами ранее версии для спектрума. Супер Робингу Супер Робингу Супер Робин Гуди, разработанная знаменитыми братьями Оливер, которые в будущем прославили свои серии игр Дизи. Целью игры является спасение Девы Мэриан, похищенной шерифом Ноттингемским. Бегая по комнатам старого замка, собираем сердечки и ключики, активирующие лифты. Среди врагов встречаются как убиваемые, так и неубиваемые. Помимо обычных людей, здесь можно встретить гигантских пауков, то ли крыс, то ли ящериц и каких-то загадочных колобков. Враги хоть изрядно и досаждают, но особых проблем с ними не будет. Главное, аккуратно передвигаться и стараться не падать, а то можно очень легко остаться без здоровья. Игра незамысловата и довольно проста. Стрелы у нашего героя бесконечные, здоровье пополняется белыми таблетками, разбросанными по замку. Заблудиться здесь сложно, так что пройти игру не составит особого труда. Стыдно признаться, но сам ее так и не прошел. Зато как раз будет повод снять новый лонгплей. Танатос Кто в детстве не любил тему драконов? Особенно после различных сказок и мультфильмов про них. Было время между эпохой колдовства и рассветом эры логики. Здесь нам предстоит управлять самым настоящим драконом. Да, такая вот необычная игра. Огромный огнедышащий дракон, чей основной миссией является спасение некой колдуньи Эрос, чтобы та могла произнести заклинание и спасти мир. Ну или типа того. Но перед этим еще предстоит найти ее и посадить себе на спину. Сердечко слева внизу отображает состояние здоровья рептилии, а индикатор справа – запас огня. От физических повреждений нагрузок пульс учащается, сердце начинает биться быстрее и возникает риск гибели дракона. Для восстановления сил достаточно приземлиться на землю и немного отдохнуть. С огнем уже сложнее. Нам потребуется найти связанную ведьму и скушать ее, а в засаде может притаиться рыцарь на коне. В общем, скучать точно не придется. На пути к нашей цели будет встречаться множество опасностей и препятствий. Агрессивные человечки, вооруженные камнями, копьями и стрелами, гигантские пауки, морские змеи и даже другие драконы. Одна из самых забавных вещей, реализованных в игре – это возможность хватать лапами различные предметы, включая напуганных людей, а потом вскидывать их вниз. Помимо всего прочего, нужно еще постараться самому случайно не загубить юную колдунью, ведь ее можно сжечь по ошибке или просто скинуть ее из себя. Хочу особое внимание обратить на атмосферу в игре, она действительно шикарна. Вы только взгляните на эти средневековые гнетущие красоты, свойственные тому времени. Черное ночное небо с полной луной и огромный зеленый дракон, парящий на фоне всего этого. Кстати, как и у многих игр на спектруме, у Тонатоса две версии – для 48-го и 128-го. У меня был 48-й спектрум, и я был лишен возможности послушать музыку версии для 128-го, а ведь она прекрасна. ДЕФТ ЧЕЙЗ Еще одна из первых игр, которая одинаково сильно нравилась мне и родителям. Здесь мы играем за мотоциклиста со встроенным в мотоцикл оружием с бесконечным запасом патронов. Целью игры является преследование и последующее уничтожение двух супостатов, представляющих собой пару мотоциклистов синего и желтого цвета. Сами по себе они не представляют никакой опасности, но само преследование из-за обилия деревьев на пути делает погоню не такой уж легкой. Чуть-чуть отвлекся и… Помимо мотоциклистов в игре встречаются танк и вертолет. Их можно не трогать, но за их нейтрализацию начисляются бонусные очки. Уничтожение обоих мотоциклистов и есть основная задача игры. После того, как расправились с ними, наступает ночь. Это все тот же уровень, просто в темное время суток. Опять расстреливаем врагов и переходим на следующий уровень. Отличие между уровнями только одно – деревья. Вернее их количество. С каждым уровнем, а их тут восемь, деревьев становится все больше и больше. После прохождения всех восьми уровней, возвращаемся на первый. И так до бесконечности или пока не кончатся все три жизни. Не могу не отметить, что в феврале 1992 года журнал Yoast Sinclair поставил Death Chase на первое место в списке 100 лучших игр на ZX Spectrum за все время. Еще один интересный факт об игре – ее название. Правильное название – Death Chase. Но многие, в том числе известные журналы, путают его и пишут 3D Death Chase. Связано это с обложкой игры. На ней хорошо видна отметка 3D. И хоть она не стоит перед самим названием, но у многих складывается картина в голове, что полное название как раз таки 3D Death Chase. Кстати, если вдруг знаете какие-нибудь похожие примеры с играми, где часто путают их названия, напишите обязательно в комментариях. А я перехожу к следующей игре. Trap Door Очередная игра, оставившая очень яркие отпечатки на моих детских воспоминаниях. Изданная в 1986 году, игра основана на одноименном мультсериале, который транслировался в Англии в 1984. Как вы заметили, мультфильм пластилиновый, в коих не так много выходило в принципе. Кстати, слышал, что в России тоже транслировался этот мультфильм. Назывался он Тайная дверь. Но я никогда не видел его и мне не удалось найти в интернете переведенный мультфильм. Ну, вернемся к игре. Здесь мы играем в роли Берка, синего пузатого существа, выполняющего приказы хозяина замка, в котором разворачиваются события. В игре два уровня сложности, отличающихся тем, что на сложном уровне больше заданий для успешного завершения игры. А также, когда мы получаем очередное задание, по замку начинают летать привидения, мешая нам свободно передвигаться. Я проходил игру только на легком уровне, но, казалось, позже это не считается за полное прохождение игры. Такое я видел только в компьютерной игре Прехисторик 2. Обычно задания представляют собой приготовление той или иной пищи для существа сверху. Да, так называют хозяина замка. В большинстве случаев нам приходится прибегать к помощи различных созданий, живущих в подвале. Для того, чтобы их вызволить оттуда, достаточно задействовать рычаг и открыть ту самую тайную дверь в подвал. Но надо быть осторожным и не уронить туда какую-нибудь нужную вещь, из которой дальнейшее прохождение будет невозможным. Игра очень забавная и увлекательная, но встречаются моменты, когда хочется просто плюнуть и выключить ее. Например, в моменте, когда за нами гонится огнедышащее существо, чьей огонь нужно использовать в своих целях, после чего уничтожить его. Или в болоте пытаясь поймать какие-то глаза. Кстати, в детстве, когда я играл в Trap Door, я ничего не знал о пластилиновом мультфильме, на котором основана игра. Но под впечатлением, я взял пластилин и слепил главного персонажа, а также несколько существ, включая червей и лягушек. Спустя лет 15, когда я увидел мультфильм, я был просто поражен увиденным. Это же то, что я лепил в детстве и оно все двигается. Через год создатель игры Дон Присли выпустил сиквел под названием Through the Trap Door. Но, к сожалению, я не играл в нее в детстве и ничего не могу о ней рассказать. В общем, Trap Door это еще одна классика, достойная того, чтобы хотя бы разок вы запустили ее и на мгновение окунулись в этот удивительный мир с его странными обитателями. Да, и не забывайте закрывать люк. На этом все. Да, конечно же, любимых игр гораздо больше, но в первую очередь я решил рассказать об играх самых первых кассет. Ведь именно они оставили самый глубокий отпечаток на моих воспоминаниях о Спектруме. Если вы вдруг пропустили видео о первых 10 любимых игр на Спектру, ссылка доступна в описании, либо по клику на окошко. Да, и пожалуйста, если видео вам понравилось, не забывайте поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал. На самом деле это очень важно для меня и очень мотивирует на создание новых видео. С вами был я, Алексей Шведов. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok